43 спасенных в жизни. Далее история о Лене Андерсон из Швеции, которая в марте 2022-го смогла эвакуировать из Харькова группу людей с инвалидностью и помогла перевезти их в Швецию. Спустя год женщина приехала в Киев. Наши корреспонденты пообщались с ней и ее подопечным, который во время эвакуации был в самом тяжелом состоянии. Это человеческий долг помогать. Правда же, мы все сражаемся в этой войне вместе, но разными способами. Лена Андерсон – преподаватель, тренер и разработчик проектов университета Мальмя в Швеции. Эксперт по борьбе с коррупцией приехала в Киев на международный марафон, посвященный защите прав женщин. Лена, приветствуем вас в Украине. Вы приехали из Швеции и не побоялись это сделать сейчас, когда в стране идет война. Я доверяю украинским защитникам. Лена – настоящий друг Украины. В прошлом году, в марте, она помогла вывести из-под российских обстрелов 43 украинцев с инвалидностью. Женщина организовала их эвакуацию в Швецию после того, как о помощи попросила бывшая студентка Лены. Она спросила, вы можете нам помочь? Я нахожусь в Харькове. Здесь люди уже около месяца прячутся в метро. И у нас здесь много людей, которые уже в возрасте, и люди с инвалидностью, которым очень необходима помощь. Могли бы вы взять некоторых из них в Швецию? И я сказала – да. Помогла с эвакуацией крупнейшая в Скандинавии организация «Параспорт», занимающаяся интеграцией людей с инвалидностью. Путешествие в Швецию было сложным, потому что длилось около трех суток. Сначала автобусом из Харькова в Польшу, а потом на пароме до Швеции. Эти люди были ментально и физически истощены, когда приехали в Швецию. Во-первых, они долгое время прятались в метро, холодном и темном. Они тревожились о собственной безопасности и жизни. К тому же это было долгое, тяжелое путешествие, даже для здоровых людей. А что говорить о людях с инвалидностью? Украинцам дали приют сначала шведские семьям, знакомые и друзья Лены. А уже потом миграционная служба расселила их по разным регионам страны. Мы увидели, что эти люди имели разные проблемы со здоровьем, инфекцией, воспаления. И шведы, у которых они жили, отвезли их в больницы, оказали необходимую медицинскую помощь. Когда вы впервые увидели этих людей, что вы почувствовали? В каком они были состоянии после пережитой российской агрессии в Украине? Они были сильно истощены. Для меня это был особенный эмоциональный момент. Очень тяжелый. Вы знаете, это когда ты не можешь помочь, и ты не хочешь плакать, сдерживаешь себя, потому что хочешь быть сильным. Но это разрывает тебе сердце. Эта категория населения, они на самом деле самые уязвимые в таких сложных ситуациях, как война. Практически все эвакуированные до сих пор находятся в Швеции. Игорь Лукиенко – один из тех, кому помогала Лена. Сейчас мужчина в госпитале. Его прооперировали. После ДТП Игорь не мог ходить. Передвигался на инвалидной коляске. Чувствую себя намного лучше. Я почти три с половиной года не ходил. И вот сейчас делаю первые шаги. Точнее, мой рекорд уже три тысячи шагов за день. Уже стараюсь ходить без локтевых костылей. Для Игоря это уже семнадцатая операция. Четырнадцать ему провели в Украине и три в Швеции. Все расходы взяла на себя шведская сторона. Безусловно, это спасло мне жизнь. Очень было запущенное мое состояние. Если бы я не попал сюда, в Швецию, то я бы умер. Я уже хожу на своих ногах. Пускай это боль, но это мои ноги. Игорь уже год находится в Швеции и отмечает приветливость, с которой здесь встретили украинцев. Очень чувствовалась теплой любовь. Люди, которые нас встречали, понимали, откуда мы едем и почему мы едем. И у каждого травма. Каждый психологически был сломлен. Своя боль есть у Игоря. Во время российских обстрелов погиб его отец. Я искал отца. Я хотел с отцом приехать. Ему 76 лет было, но он погиб от российской ракеты. Я узнал об этом за день до эвакуации в Швецию. И это еще больше меня подкосило. Сейчас мужчина живет в пансионате. Это двухэтажное здание в живописном поселке. Кроме Игоря здесь проживают еще 12 постояльцев. Большинство из них – украинцы. Есть лифт, чтобы пользоваться. Кто на инвалидном кресле. У каждого своя комната. Wi-Fi бесплатно. По графику еда. Но в основном все в комнатах сидят. В депрессии переживают за Украину. У каждого родственники там остались. Игорь, о чем мечтаете больше всего? Безусловно, это скорейшие победы. Возвращение всех наших территорий. И чтобы не гибли больше наши люди, патриоты, наши герои. Победа будет за Украиной. Это все знают. То, что Украина победит, уверена Елена Андерсон. У вас, украинцев, есть вот этот дух свободы. И вы всегда поднимаетесь на борьбу. И, конечно, вы сейчас боретесь не только за себя, а за всех нас.